Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что условно ваш вопрос, который вы задаёте, можно разделить на две составные части, первая из которых будет касаться, собственно, навязчивых мыслей самих по себе. Навязчивые мысли — это наше желание, которое мы не реализуем. Ну, из самой такой ближайшей аналогии можно привести пример, когда человек хочет есть, да, голод достаточно сильный, человек не может ни о чём другом думать. И если на какой-то момент удаётся отвлечься от проблемы, то стоит какому-то событию произойти, ну, к примеру, что-то напомнит человеку о еде и так далее, то мысли сразу же возникают. Опять. Навязчивые мысли часто представляют из себя какие-то недоверщённые моменты, недоверщённые дела, недоверщённые проблемы, недоверщённые гештальты. В психологической теории это называется именно так. Но, что очень важно, что очень важно, это то, что все навязчивые мысли связаны с тем, чего вы хотите. Это всё ваше желание, так или иначе. Вторая часть ответа касается того, что вы себя обвиняете, того, что вы на себя злитесь, бичуете себя и так далее. Вторая часть плотно перекликается с первой в том, что в навязчивых мыслях, я полагаю, что вы точно так же часто себя как-то критикуете, как-то осуждаете, принижаете. И момент здесь такой, что это голос ваших родителей. Это опять же голос ваших родителей, которые, собственно говоря, вас обвиняют, принадлеждают и так далее. И здесь нужно не избавляться от данной проблемы и не избавляться от цикличных мыслей. А их нужно раскрывать. Понять, чего хочет голос у вас в голове. Понять, какие у него цели. Понять, чего хотите вы. И найти, вспомнить вашу реакцию. Вашу действительно настоящую эмоциональную реакцию на это, которое вы когда-то забыли. Вот, примерно так с навязчивыми мыслями и нужно работать. Условно говоря, условно говоря, представьте себе, что в комнате, именно в комнате, где вы находитесь, неизвестно появляется, ну скажем, ваш папа. Или мама. Может быть дедушка, бабушка. А может быть тетя. Может быть кто-то еще. Может вообще какой-нибудь незнакомый человек, который очень сильно повлиял на вас. И они совершенно без спроса пользуются тем, что вы имеете. Они пользуются вашими мыслями, вашими чувствами, вашими желаниями, вашими потребностями. Хорошо ли это? Нет. Можно ли это изменить? Да. Конечно. Ну, другой вопрос, конечно, заключается в том, эм, другой вопрос заключается в том, хотите ли вы этого. Это, на самом деле, уже совсем другая история. Потому как, если вы этого хотите, то с этим нужно работать и использовать методики. Например, методики проектного анализа. Например, методики нового решения, что такой подход, который позволяет, помогает человеку вспомнить, кто он вообще, какой он вообще. Вот. Это работа. И, и, соответственно, если вы к ней готовы, то, ээээ, милушки прошу вас, сейчас будем работать. Вот. Либо вы можете выбрать, как-то других, эээ, другого эксперта для того, чтобы с ним поработать. Ну, вот. Эээ, также, хотелось бы, эээ, отметить, что есть, эээ, в психологии, такой сценарий, который называется, эээ, так, сейчас скажу, сценарий называется, эээ, добиться успеха. Или просто, будь успешным, к примеру. Так называется сценарий. Вот. Связан этот сценарий с тем, что, по сюжету, да-да, по сюжету, именно так, по сюжету сценария, вы должны быть успешны. И успешны вы должны быть максимально. Отсюда у вас возникает то самое, что мои коллеги назвали перфекционизмом. То есть, эээ, эээ, это когда вы пытаетесь действовать, эээ, ну, когда вы пытаетесь действовать, эээ, так, как будто, у вас, эээ, ну, вообще, знаете, это, без предельное количество ресурсов, энергии, сил и так далее. Хотя, это, безусловно, не так, и я надеюсь, что вы это понимаете. Вот. Вот, в принципе, так я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Эээ, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, как ко мне, вы можете задать их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его, ээ, лучше. Эээ, сейчас то, что вам нужно сделать, это проследить, эээ, чьи, чьими являются ваши мысли. То есть, какие они, эти ваши мысли, эээ, что они из себя представляют, ваши мысли, вот, навязчивые мысли о том, что вы что-то не сделали, там, не справились, не сказали и так далее. Ээээ, и чего вы хотите, вот, чего вы хотите. Ваши ли они потребности, понимаете? Если он ваш, если это ваш уровень потребностей, то они не думают, как его удовлетворить, как удовлетворить их. Если же это не ваши потребности, то нам возникает закономерный вопрос. Зачем тогда, эээ, вы, вы вообще об этом, ну, переживаете вообще? Зачем тогда, почему вас тогда это беспокоит? Кто беспокоится в лице вас? Понимаете? Ну, и то же самое касается с незавершёнными делами. Да? То есть, это незавершённые дела, это вы их незавершили, потому что их, потому что хотели, или потому что не хотели. Или незавершённые дела, там, по, ну, по другой какой-то причине. Вот. Так что, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи вам.